Комплекс астрономических обсерваторий Казанского федерального университета претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В случае успеха это позволит казанским ученым получать международные гранты, а университету развивать бренд и привлекать туристов. Подробнее в нашем сюжете. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории Императорского университета благодаря деятельной помощи ректора. Астронома и великого математика Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первое открытие. Например, профессор Мариан Ковальский предположил, что наша звездная система вращается. К концу 19 века в Казани появились первые трамвайные пути. Движение транспорта создавало серьезные помехи при высокоточных измерениях положений звезд. Поэтому было решено перенести обсерваторию за город. В 1901 году недалеко от железнодорожной станции Лаврентьева появилась одна из самых старейших астрономических обсерваторий страны имени Ингельгарта, которая работает уже 118 лет. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома – Дмитрий Дубяга и Василий Ингельгард. Последний выступил в роли мецената и подарил телескопы, научное оборудование и богатую библиотеку. На данный момент обсерватория выступает в качестве научного, образовательного и научно-популярного центра. А старинные телескопы стали музейными экспонатами. Перед смертью ученый Василий Ингельгард безвозмездно передал оборудование Казанскому университету и завещал похоронить его в Казани. Однако Первая мировая и гражданская война помешали осуществить это. Через 100 лет в 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Ингельгарда, в котором принял участие и Ментимер Шаймиев. Включение комплекса обсерватории в список всемирного наследия позволит создать мировую сеть астрономических обсерваторий и тем самым поддержать их, так как многие подобные учреждения по всему миру пребывают в состоянии выживания. Если бы нам организовать переподготовку, сделать переподготовку учителей по астрономии на базе нашей обсерватории, на базе нашего планетария, школьных учителей, было бы очень здорово, это было бы очень красиво, потому что если мы говорим о астрономическом наследии, то мы могли бы республику спозиционировать в том плане, что мы используем это историческое наследие для того, чтобы образовывать школьников, новые поколения подрастающие. Необходимо будет, соответственно, подготовить мастер-план этой территории, в языке Ириненска мастер-план, но генплан, особенно территории астрономической обсерватории Индегарта. Было принято распоряжение в сентябре 2021 года, распоряжение Кабинета министров, о предоставлении определенной суммы фонду возрождения для возмещения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий популяризации культурного наследия в части сопровождения и продвижения номинационного досье и плана управления на объект астрономической обсерватории Казанского университета. Вот это свидетельство того, что у нас с вами работа не с нуля, мы сейчас начинаем, что работа на определенном уровне уже достигнутом. В списке ЮНЕСКО состоит более 1100 объектов. По их числу Россия находится на девятом месте. Из 30 объектов 10% находятся в Татарстане.